Всем привет! Сейчас сделаю обзор помпового отделения. Вкратце расскажу и покажу вам, что в нем находится. Сначала спустимся и там уже начну все рассказывать. Прежде чем вам спуститься в помповое отделение, вы должны проинформировать вахтенного штурмана или старпома. Помещение должно быть обязательно провентилировано и в то время, когда вы находитесь в помповом отделении, должен постоянно работать фан. Перед спуском должны быть взяты пробы воздуха на наличие газа в помповом отделении. Это обычно делают каждый день утром. Просто так, не выполнив этих условий, ни в коем случае не спускайтесь. Иначе есть вероятность того, что вы погибнете. Ну все, спустились мы вниз. Вот так выглядит помповое отделение. Это у нас грузовые насосы и привод к насосам. Сейчас подойду и покажу, как это выглядит все поближе. Это грузовые насосы. Их три штуки. И этими насосами мы выгружаем пароход. Перед грузовой турбиной у нас находится сепаратор. Он служит для отбивания газов от груза. В сепараторе установлена сетка. Она играет роль фильтра, чтобы всякая херня не попадала в сам насос. И перед запуском турбины с торпом заполняет сепаратор, чтобы насос не запускали на сухую. Сейчас подойдем к балластным насосам. Балластными насосами мы откачиваем, либо закачиваем балласт в балластные танки. Перед балластным насосом в насасывании просто стоит фильтр. Периодически его нужно чистить. Это обычный паровой потальдеватель. Это у нас зачистной поршневой паровой насос. Стриппинг памп называется. Так, ну что тут еще можно сказать. По этой магистрали мы выгружаем пароход. По этим трубам груз идет уже непосредственно на манифолду. По этим трубам идет всасывание из танков на грузовые трубины. Это гидравлические дистанционные клапана, которыми управляет торпом из пуга. Нажал кнопку открыть, клапан открылся. Нажал закрыть, соответственно закрылся. Примерно такие же клапана находятся в грузовых и балластных танках. Телефонная будка для связи. Здесь, пожалуй, все. Поднимаемся наверх. Это вакуумные насосы. Вакуумные насосы откачивают газы из сепараторов турбин и качают их в резидиум танк. Если резидиума нет, то качают в слоб танк. Электромоторы находятся в машинном отделении. Это у нас дополнительный паровой подогреватель. Этот подогреватель используют в основном при мойке танков. Греют воду и моют мощными машинками, расположенными в грузовых танках. Многие моряки, отработав 10 и более лет на танкерах, ни разу не спускались в помповое отделение и не имеют представления, что там внизу. Так что смотрите, будет полезно. Это вентиляционный грибок, в котором установлен вентилятор помпового отделения. Ну все, сделал краткий обзор помпового отделения. На этом все. Если есть вопросы, задавайте. Всем спасибо, всем пока.